Библейский портал экзегет.ру представляет 77-й довольно длинный псалом, перевод российского библейского общества, считаю, для библейского портала экзегет. Ну вот, предыдущие псалмы нас постепенно подводят к теме, каков Бог, а еще точнее, как с Ним себя вести, чего от Него ожидать. И предыдущий, 76-й, был таким псалмом сомнения, доходящего почти до отчаяния. Я молюсь, а Бога нет. Я вижу, что природа, как-то ему, наверное, подчинена, что бурные дожди, молнии, это, наверное, его действия. Но в 76-м не хватало какой-то концовки. А мне-то что? Там упомянуто, ты вел свой народ, как отарвовец, поручив его Моисея Ворону. Но когда-то Израиль вышел из Египта, стал народом под водительством Бога. Но все равно, мне-то что? Давно прошло, и к нам уже прямого отношения, в общем-то, не имеет. 77-й отвечает на этот вызов. Искусственная песня служена Асафом. Ну вот Асаф, этот легендарный певец, здесь он, соответственно, в качестве автора. Мой народ, внимай моему наставлению, прислушайтесь к словам муст моих. Да, вот эти псалмы, они не столько молитва, сколько проповедь. Хотя в них, конечно, элемент молитвы тоже есть. Я открою стаи притчу, скажу, возвещу древние тайны. Все, что слышали, что узнали мы, что отцы передали нам, мы не станем скрывать от потомков. «Возвестим поколению грядущему о том, как славен Господь и могуч». Вот здесь давайте останаемся на секундочку. О том, как славен Господь и могуч. Прочитаем лекцию по богословию или проповедь о величии Бога. Какие-то абстрактные слова, да, которые, может быть, совсем лично ко мне никакого отношения не имеют. О том, как он творил чудеса, как с Иаковом он заключил договор, закон дал Израилю. Он нашим отцам повелел передать это дальше потомкам, чтобы поколение грядущее знало и, родив детей, рассказало им. Чтобы на Бога они возлагали надежду, не забывали о Божьих деяниях, соблюдали его повеления. Чтобы не были такими, как отцы, их поколение упрямое, мятежное, которое не было с Богом всем сердцем. Не хранило ему верность души. То есть здесь такое длинное предисловие. Вообще-то мы о Боге говорим не как об объекте нашего изучения. Мы о Боге говорим как о том, с кем мы вступили в состояние договора, завета. Мы заключили с ним завет. И от того, как мы в этом завете себя ведем, от того, что мы делаем, зависит наше благополучие. Зависит, собственно говоря, все, что происходит. И это очень важная тема. То есть Бог — это не абстракция. Бог — это не тропическая бабочка. Которую можно там поймать и рассматривать какой-нибудь узор крыльев. Как она там размножается, летает, что-то еще. Нет. Бог — это тот, с кем ты вступил в отношения. Вот человек подписывает кредитный договор с банком и вступает с банком в отношения. А тут с Богом подписал договор целый огромный народ. Это часть этого народа. Поэтому давай разберись. Вот подписывая договор с банком, надо понять, что в этом договоре написано. Иначе потом тебя ждут много неприятных сюрпризов. В примечании на 115-й странице с шрифтом очень мелким написано то, чего ты никак не ожидал. А в договоре с Богом что написано и на какой странице? Вот давайте прочитаем этот договор внимательно, а главное посмотрим на практику, как это было. Как этот договор исполнялся. «Сыны Ефремовы, воины-лучники, обречены были в бегство в день битвы за то, что договор с Богом нарушили. Его закону не следовали. Позабыли его деяния, чудеса, что он явил». Ну, Ефремовы сыны, то есть из колена Ефремова, в каком-то сражении, даже непонятно каком, проиграли. Вот сразу предупреждение. Смотрите. Вот люди не читают договоров с банком, не читают инструкции по пользованию техникой. Вообще они не читают того, что им кажется неактуальным. А вы прочитайте, потому что если вы не будете знакомы с этим, вас ждут неприятности. Сначала сломал, потом инструкцию прочитал. Сначала получил огромные штрафы и взыскания, потом в договор заглянул. Вот уже опыт был, поэтому читайте внимательно. А дальше. «На глазах у их предков он творил чудеса. В Египте, на равнинах Цуанских. Цуан – это один из египетских городов. Соответственно, там, видимо, события исхода где-то недалеко от него разворачивались. Раздвинул море, провел их по дну. Заставил воды стоять стеной. Днем пред ними, как облако, шел, а ночью, как свет огня. Рассек в пустыне скалу, чтобы дать им воду, как из великой пучины. Потоки заставил литься из камня. Они текли, словно реки». Вот история исхода, да? Подробности, как они перешли через море, как из скалы Господь извел воду. Интересно, что в псалтире очень часто именно вода свидетельствует о силе Божьей, да? То есть вода, которую Господь либо покоряет, позволяет пройти через нее, либо пресная вода, которая течет, и, соответственно, ее можно пить. Потоки заставил литься из камня. Они текли, словно реки. Но отцы пред ним вновь согрешили. Против Вышнего бунтовали в пустыне. Испытаясь, задумали Бога. Стали требовать себе вожделенной пищи. Говорили, оскорбляя Бога, «Может Бог накормить нас в пустыне?» Он ударил в утес, и вода полилась, потекли ручьи. Но может ли Он дать нам хлеба, накормить народ своим мясом? Услышал Господь, пришел в ярость, и запылал его гнев на Иакова, закипел против Израиля. Ведь они не доверились Ему и не верили, что Он спасет их. Он дал облакам повеление, небесные двери раскрыл, пролил манну на них, как дождь, дал им в пищу хлеб с неба. Люди ели пищу могучих, вдоволь Он их накормил. В небе поднял восточный ветер, привел южной своей мощью и засыпал их мясом, как пылью, птицами, как песком морским. Заставил птиц упасть среди стана вокруг шатров. Они ели и объедались, Он исполнил желание их. Но еще не прошел и голод, еще мясо было во рту, как божий гнев их постиг, убил сильнейших, поверг юноши Израиля на землю. Это описание перехода через пустыню, когда люди роптали, у них не было еды, была манна, то есть таинственная небесная пища, пища могучих, как Он здесь говорит. Вероятно, даже в греческом переводе ангелы, вероятно, это некоторая небесная пища. Вот манна понимается как небесная пища, которую поделились с людьми. Ну и когда людям надоела эта манна, то они опять возраптали. И перепелки, перелетные птицы, были принесены ветром, они обессилели, они не могли летать, и люди их ловили голыми руками, соответственно, устроили себе загрузочный день. Хорошо покушали и объелись довольно сильно. Но вот за все это, ну мы скажем, да, если есть мясо без меры, то может быть заворот кишок, особенно после долгого отсутствия мяса в рационе. Но здесь это гнев Израиля, а не просто какая-то медицинская причина. Вот снова и снова. История Израиля — это история бунта, история перехода через пустыню, это история недоверия народу Богу, через которую он все равно его ведет дальше. Народ как такой противный подросток, который все время бунтует, выступает, скандалит, ну получает иногда по шее, но тем не менее вот его терпят, ему дают дойти до своей цели. Они продолжали грешить, все не верили его чудесам. Он превратил их жизнь в пустоту, годы их наполнил страхом. Когда он убивал их, они к нему возвращались, вновь принимались искать Бога, вспоминали, что он их скала, что Бог Вышний их избавитель, и заискивали перед ним. Их усталисти волгали ему, но сердца их не были с ним, они не были верны договору. Он милосердно и прощал им вину, он не хотел их истребить, много раз удерживал гнев, своей ярости не давал разгореться. Он помнил, что они лишь плоть, дуновение, что уйдет и не вернется. Тоже понятно, да? То есть, смотрите, это не просто какой-то бунт, недовольство, это, в принципе, неверие. Неверие, которое побеждается только прямым насилием, вмешательством Бога, вплоть до смертного исхода. И вот тогда люди начинают как-то соображать. Надо же. И дальше он развивает эту тему. Сколько раз бунтовали они в пустыне, досаждали ему в стране безлюдной. Вновь и вновь искушали Бога, оскорбляли святого Израилева, не вспоминали про мощь его руки, про то, как он спас их от врага. Как в Египте он творил чудеса, творил знамения на равнинах цуанских. Дальше описание египетских казней. Как все реки Египта он в кровь обратил, и нельзя было воду пить. Наслал оводов, чтобы жалили египтян, наслал жаб, чтобы губили их, урожаях отдал саранче, насекомым плоды долгих трудов, градом побил их лозы, сикиморы побил льдом, граду обрек их скот, молниям их стада. Он обрушил на них свой гнев, ярость, проклятие, беду, наслал ангелов-губителей, на них проложил путь для гнева своего, не пощадил их жизнь, сделал их добычей чумы, перебил всех первенцев в Египте, первый плод мужской силы в шатрах хамовых. Ну, хам — это один из сыновей, но египтяне, соответственно, здесь понимаются как его потомки. Описание египетских казней. Смотрите, вот какой грозный господь. Он израильтян все время наказывал, до этого египтян он покарал. И все равно не действует, не действует, не действует. Но есть не только угроза, есть не только насилие над народом, есть и забота, которая с ним таким очень странным образом сочетается. И повел свой народ, как овец, по пустыне их вел, словно стадо. Вел их так, что им нечего было бояться. А врагов проглотило море. Так он привел их в землю святую свою, к горе, которую он взял себе своей рукой. Он ради них народа изгнал. Землю раздал племенам Израиля, дал им вселиться в чужое жилище. Речь идет про, естественно, заселение Ханаана. И вновь вот эта тема грозы, тема наказания, тема какого-то вот, ну да, насилия, я это слово уже несколько раз сказал, но так оно и есть, которое все равно не помогает, не помогает, не помогает, не помогает. Ох, что-то тяжелое становится читать. Они искушали его, бунтовали против Вышнего Бога, договор с ним не соблюдали. Как отцы их изменяли, предавали, подводили, словно лук ненадежный. Вызывали его гнев своими капищами, его ярость своими идолами. Услышал Бог и разгневался. В гневе отверг Израиль. Он покинул святилище в селоме, шатер, где среди людей обитал. Свою мощь позволил взять в плен, врагу дал захватить свою славу. Имеется в виду, видимо, ковчег, может быть, его взяли в плен во времена, когда священник Ильи был и войско таскало этот ковчег с собой на битву, как некое супероружие. Может быть, что-то еще. Может быть, даже разрушение Иерусалима вавилонинами здесь напрямую не сказано. Свою мощь позволил взять в плен, врагу дал захватить свою славу. Свой народ он обрек мечу. В гневе был на достояние свое. В огне погибли их юноши. Брачных песен девушкам не спели. Священники пали от меча, и некому было их оплакать. Но воспрял Господь, как ото сна, как богатырь, что протрезвел от вина. Своих врагов разгромил, прогнал, покрыл их вечным позором. Он отверг жилище Иосифа, не избрал себе племя Ефремова, а избрал племя Иуды, полюбил гору Сион. Имеется в виду для строительства храма. Так что, наверное, все-таки вот эта самая мощь в плену, это про времена Илья, до Давида еще. И здесь такое полемическое обращение к северному царству Ефрема и Моносии. Смотрите, не там, не там Господь решил обитать. Он избрал Сион, то есть Иерусалим, для того, чтобы там был построен храм. И вновь вот те же самые темы, но здесь под конец как-то немножко все смягчается. «Как небеса он воздвиг свой чертог, как землю сделал незыблемым вовек. Он избрал Давида, раба своего, и завчарин забрал от овечьих стад, чтобы Давид пас его народ, и Иакова, чтобы пас Израиль, его достояние. И Давид их пас сердцем праведным и заботился о них мудро». То есть, смотрите, вот это бесконечное восстание против Бога, оно находит какой-то финал в царствовании Давида, причем именно в южном, а не в северном царстве. Царствие — это законная власть, вот этот самый храм, монархия, которая должна быть. И мы понимаем, что вообще-то Псалом — это такая, на самом деле, проповедь к северянам, к племенам, составляющим Северное Царство, Ефрема, Моносии и некоторые другие. Смотрите, вы не первые. Вы бунтовщики, вообще-то, если разобраться, потому что именно в южном царстве стоит Скиния, может быть, даже еще не храм, а Скиния, и вы должны принять его, как ее принять, эту Скинию, как, собственно, свое главное святилище, вы должны сюда приходить, а вы такие же, на самом деле, как вот все эти отступники, и вот никак, 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 никак вы не хотите. И является ли 77-й ответом 76-м? Я начал с того, что да. А в 76-й вот он такой, несколько депрессивный, Бог от меня далек, Бог от меня далек, а в 77-й говорит, смотри, как это происходило. Люди без конца удалялись от Бога. Потом он им, как следует, стучал по башке, чтобы они вообще осознали, где они находятся. Тогда они начинали как-то возвращаться, и то, вот как овцы, да, как пасут овец. Немножко идиллическая у нас в голове обычная картина, но овцы довольно глупые, упрямые животные. Там и собаки пастушеские на них гавкают, и покусывают их, и там пастух может палочкой так немножечко подогнать овцу. Да с людьми то же самое, говорит этот псалом. И все равно никак, и все равно бестолку. И что с этим делать? Вот сколько уже можно? Такой довольно раздраженный псалом. Вот есть псалмы, которые мне нравятся, прямо хочется их перечитывать. Явно не 77-й. Но он тоже занимает свое место псалтири, он тоже важен и нужен. И более того, мы овцы, да, вот мы все время куда-то не туда забредаем, но что с нами происходит? Об этом следующее, 78-й.